Новости на канале СТВ, в студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте! И вначале коротко о главном. Новости на канале СТВ. 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 программ, посвященных истории белорусского футбола. Однако осуществить эту идею так и не успел. Прощание с Игорем Каленьковым предположительно пройдет во вторник. О Игоре могу говорить долго и только теплые, хорошие слова. Он как человек был мягкий, очень добрый, можно даже сказать застенчивый. Но как профессионал, это был человек, профессионал с большой буквы. Я лично ждал его передачи с большим воодушевлением, ждал. Мне очень нравились его передачи. Очень жалко, что такие люди, профессионалы с большой буквы, так рано уходят. Я думаю, Игорь бы еще многое сделал для белорусского футбола. Мы все скорбим и хочу принести соболезнования родным и близким. Сегодня в Витебске дан неофициальный старт 22-му международному фестивалю искусств «Славянский базар». С этого дня началась продажа билетов на концерты в летнем амфитеатре. Приобретать их организаторы форума советуют в фестивальных кассах, которых по всей Беларуси открыто 400, а также в электронном формате. Напомню, в этом году «Славянский базар» в Витебске пройдет с 11 по 15 июля. В его программе, как всегда, множество концертов и интересных встреч. Ну а главная музыкальная интрига развернется, конечно же, между участниками конкурса эстрадных исполнителей и международного детского конкурса. Мы делаем более серьезный акцент на конкурсах, потому что конкурсы – это одно из основных мероприятий фестиваля. И мы отдаем как раз выходные дни для проведения конкурса, чтобы как можно больше людей смогло увидеть. Билеты практически с сегодняшнего дня пользуются уже буквально с утра бешеной популярностью. И последнее. В столице стартовали кастинги конкурса «Мисс Минск-2013», который проводит наша телекомпания. Чтобы попасть на сцену и в эфир, девушкам предстоит пройти серьезный отбор в Национальной школе красоты. Судьями выступят эксперты телевидения и модельного бизнеса. Авторитетная жюри обещает определиться с финалистками уже к 1 июня. Ну а с третьего в эфире телеканала СТВ зрители увидят дневники конкурса. Самую красивую девушку столицы выберут накануне праздника Купальи. Далее в выпуске спортивное обозрение Сергея Тулупова. Полная информационная картина дня в 19.30 с Еленой Михайловской. Всего доброго.